Аплодисменты Аминь Это вера апостольская, вера христианская, вера, которая уже два тысячелетия провозглашается по всей нашей планете. Слава Богу! И сегодня, по милости Господней, Бог дал возможность мне быть с вами. Для меня это честь послужить вам сегодня. И спасибо огромное пастору, спасибо всем святым, спасибо всем вам, братья и сестры, за молитвы. И хотя физически я еще первый раз с вами, но, в общем-то, о Коломне молился не раз уже и вас вспоминал добрым словом, и даже видео отсылал такое для вас. И, знаете ли, вот Бог усмотрел мне быть вместе с вами и утешился нашей общей верой. Наша вера, она одна на самом деле. Да, и я являюсь священнослужителем православным, уже больше 30 лет несу служение православного церковнослужителя, священнослужителя. И из них последних 20 лет уже тружусь как реформатор, как обновленец. А первые годы своего служения, это были служения традиционные, православные. И, знаете ли, я очень Богу благодарен за то, что на протяжении своего служения всего этого времени, уже больше 30 лет, я говорил, да, то очень много разных верующих видел, встречался и встречаюсь с очень разными, скажу так, душами, очень разными судьбами. Пересекаюсь, вот, в том числе, кстати, и в Коломне тоже пересекался. Правда, в Коломне я был последний раз только вот в 92-м году, но, как бы, уже время прошло достаточно долго, но Бог дал возможность снова быть, ну, уже не традиционное священие православного, как реформатор. Да, и, друзья, знаете, сегодня я хочу тоже, наверное, свидетельствовать, значит, и, ну, представиться надо, в общем-то. Это прилично. Хотя и завтра тоже на собрании я собираюсь тоже свидетельствовать, вот, тем, что есть, что Бог совершает и совершал в моей жизни. Привет вам и от моей супруги, и от наших, вот, шестерых детишек, и от внука нашего, уже, слава Богу, да. Вот, не так давно началось мое дедство, да, дедушка стал, да, слава Богу, это хорошо. Вот, и, друзья, конечно, да, и от нашей церкви, архиепискому которой я являюсь, реформаторской православной церкви Христа Спасителя. И, так вот, дамы и господа, братья и сестры, хочу прочесть из послания Коринфянам, второго послания. Есть строки, которые сегодня на молитве утренней я их зачитывал, и в своей церкви, получается так, через интернет, как-то, я уже поделился этим словом сегодня на молитве. И очень хочу сегодня поделиться с вами второе послание, второе послание Коринфянам, да, с пятой главы. Второе послание Коринфянам, пятая глава. Вторая Коринфянам, пятая глава. Несколько стихов, и 17-го стиха и далее, я буду читать. Второе Коринфянам, пятая, семнадцать и далее. Второе письмо апостола Павла Коринфянам. И я верю, как и все вы, как и все христиане, в общем-то, что это не просто послание Павлова, да, конечно, Павел писал, безусловно, и не только послание Коринфянам, да, он писал Коринфянам, но это Божье слово, вдохновлено оно Богом самим. Поэтому это часть Бога вдохновенного слова Божьего, Нового Завета. И это слово, оно живое и действенное. И оно спустя вот эти тысячелетия, казалось бы, два тысячелетия, шутка ли, времени, сколько утекло уже, но оно до сих пор живо, и оно животворит. И я убеждаюсь в этом каждый раз на своей жизни, на примере своей судьбы, на примере судеб миллионов людей. Знаете ли, вот тысяч верующих, с кем я пересекался и пересекаюсь. Потому что, ну вообще, слово имеет силу, огромную силу. И если слово, оно говорится, действительно, в духе, если оно не пустышко, вот есть красивое слово в русском языке, пустословие, да, пустое слово, пустышко, сама форма есть, слово есть, как бы, а в начинке нету, в самой сути нету, духа и истины нет. И действительно, это проклятие, особенно вот нашего времени, вот пустословие всякого рода, есть даже, даже, это считается мудростью в этом веке, знаете ли, пустословить. Но на самом-то деле, Бог хочет, чтобы наши слова были наполнены им, Богом. И чтобы наша проповедь была не просто в словах человеческой мудрости, да, даже самых убедительных, но в явлении духа и силы. И это пусть сегодня свершится, вот, через это послание. Пятая глава, 2-й колинфянам, 17-го стиха. Итак, кто во Христе, во Христе, внимание, кто во Христе, тот новая тварь, новое творение, новое сотворение. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы, посланники, от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвую за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Аминь. Так вот, братья и сестры, действительно, Христос был предан за нас на смерть. Агнец Божий, проливший за нас свою кровь, и Он воскрес для нашего оправдания. Так что, Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! И живого Бога, воскресшего, прославляют, действительно прославляют воскресшие, пережившие воскресение в своей жизни. Не мертвые, не нисходящие в могилу. Те не могут прославить воскресшего, действительно. Потому как, ну, конечно, у нас даже самый последний пьяница вспоминает на Пасху, что Христос воскрес, как бы, ну, приветствие, знаете ли, оно и есть, как бы, да, часть культуры, ну, как бы, это хорошая, довольно так, неплохая часть культуры нашей, знаете ли, где все-таки на Пасху хотя бы раз в году, но, как бы, там, Христосуется, знаете ли, вот Христос воскрес, воистину воскрес, отвечают. Хотя я понимаю, что для многих это просто часть культуры, традиции, как бы, но хотя бы так, хоть так вспоминают, знаете ли, но, конечно, это мизер, ничтожный мизер. На самом-то деле, Господь хочет, чтобы не просто это был, знаете ли, красный день календаря, не просто это была дата в календаре, когда, там, раз в году Христосуемся мы, а чтобы это было наше переживание жизни, чтобы это было нашей судьбой. Потому что, чтобы Христос воскресший тогда, 2000 лет назад, казалось бы, да, ну, а что мне с тобой, знаете ли, а Он воскрес для нашего оправдания, чтобы и мы воскресли с Ним. Действительно, и вот то, что я вот, ну, как я же вас не знаю, еще, знаете, так познакомлюсь, но в центрах я разных бывал уже, общался с разными верующими, и вот там у вас там на стенде, там, да, вот, как стенгазета такая, вот, на выпускники. Вот, я даже не удержался, там, раз камеру поставил, вот, когда я снял, там, значит, хорошее, знаете, вот, есть, как бы, стена плача, да, а это вот стена радости, вот, вот, это отрадно, что, вот, знаете ли, люди, ну, по крайней мере, большинство из тех, кто на тех, вот, фотографиях живых, да, если бы не Бог, ну, как говорится, то не дай Бог. Многие из них, я так полагаю, были бы уже в могиле, вот, значит, да, это, это еще полбеды, знаете ли, вся беда в том, что, с чем уходит человек с этой земли, уйти-то все мы уходим с этой земли, здесь-то, как бы, мы ненадолго по совести-то, а, значит, вот, в чем беда, что, уходя с этой земли, большинство людей, так или иначе, так и не увидели жизни-то, знаете ли, так и не увидели правды, так и не познали. Бога, так и не встретились с Ним, хотя кто-то, как разбойник, там, благоразумный, да, хотя бы на последнем издыхании своем обращается к Богу, как я вот, пастор, слышал сегодня рассказ, этот вот свидетельство о друге, вот, что, вот, покаялся перед смертью, прям, и на руках умер, вот, знаете ли, у меня на руках тоже люди умирали, и, слава Богу, с последними словами, именно примиряясь с Богом, это, скажу так, тяжело, конечно, когда человек уходит, знаете ли, тем более на твоих руках, но остается, знаете, хорошее, вот, такое, вот, какое-то чувство все-таки, что самое главное все-таки совершилось, действительно, самое главное совершилось, что человек, пусть даже, ну, может, и жить не жил толком, но, но примирился с Богом, хотя бы умер по-людски, хотя бы, действительно, ушел в вечность, но примирившись с Создателем, тяжело, когда происходит, мы теряем кого-то, и тоже родных, и у меня тоже были такие потери, и близкие, дорогих людей, которые ушли, ну, ну, я не знаю, чтобы они примирялись с Богом, по крайней мере, ну, Бог все знает, я так рассуждаю, что мы не судьи, ни живым, ни мертвым, мы не судьи, мы не призваны быть судьями, ни для живых, кто сейчас среди живых, ни тех, кто ушел уже, потому что один судья у нас у всех, и живых, и мертвых, Господь Бог всемогущий, и пред Ним мы предстанем все, чтобы получить, соответственно, тому написано, что мы делали, живя в теле, доброе или худое, написано это страх Господний, это, ну, понимание, трезвомыслие такое, знаете ли, это правда, вот, и один Он только знает, с каким сердцем мы уходим с этой земли, один Он только знает, как мы, ну, и здесь живем-то, и уходим, вот, и я так понимаю, что большинство здесь присутствующих примирились с Богом, кто-то примиряется еще, может быть, кто-то еще, ну, у всех свой путь, короче, у всех свой путь, и у всех своя дорога какая-то к Богу, вот, и, ну, то, что мы сейчас здесь вместе, да, то, что сейчас мы, вот, и молимся, да, и вот Бога славим, да, значит, и молимся, это хороший знак, даже если кто-то еще на пути примирения, то это хорошее место для примирения, Хорошая возможность действительно быть на доске такой почеты их жизни, а не на доске смерти и плача. И, друзья, Бог дал нам служение примирения. Это величайшее служение. Я вот понимаю так из Писаний, ну и вообще из Писаний, из своей жизни, из здравого смысла вообще христианского. Понимаю, что Бог со своей стороны, Он примирился с нами, со всеми. Он примирился с нами. Хотя, знаете ли, не Он с нами ссорился, положил руку на сердце, мы же знаем, да, это не Он-то виноват. Но примиряется обычно не тот, кто самый виноват, а кто самый сильный. Он примирился с нами по праву того, что Он самый сильный, и Он самый мудрый, и самый правильный. И хотя не Он согрешил, а мы согрешили, но Он первым протянул нам руку. И это честь, это великая честь. Знаете, вот для нас, для людей слабых и отпадших от благодати, от нашего пра-пра-прачура еще, Адама и пра-матери Евы, вот тянется вот та беда. Знаете ли, как снежный ком, да, пять тысяч, получается, 778 лет назад вся эта началась ерунда у нас на земле. Вот если в библейском исчислении считать, не так много, но уже и немало. Почти шесть тысяч лет прошло этой беды, отпадение человеческого рода, отпадение от нашего пра-пра-пра-пра-праца Адама и пра-матери Евы. И апостол Павел писал, он сказал, это потом было записано, что Бог от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лесу земли. Значит, предел обитания, да, дав земли, раздав территории какие-то, значит, предел обитания, значит, культуру какую-то дав там и прочее, языки их. Но есть послание такое, дабы познали Бога, то есть всем людям, всем народам Бог дал какое-то такое пожелание, нормальное, естественное, хорошее пожелание познать Бога. Слава Богу. Вот я о себе скажу, что вот Богу благодарен, что я вот не сошел в могилу, так же я давно бы уже сгнил бы в могиле, вот телом. О душе я не знаю, это только лишь один Бог знает, где, что, как, но в подростковом возрасте я умирал, я знаю, что такое умирать, не понаслышке. Я умер от такой пневмонии, двустороннее воспаление легких, оба легких оттекли и наступила смерть. Вот как бы это была моя первая жизнь, часть моей первой, первая часть моей жизни. Это было давно, это было мне еще, я еще был подростком, 13 лет мне, даже не помню, было еще 13 лет. Вот, когда все это произошло, врачи не смогли спасти, уже было поздно. Когда хватились, когда уже признали, что не пневмония, но было уже поздно. Оба легких оттекли и уже все. Маме моей, тогда и папе моему, родителям моим, врачи могли только лишь, ну как, посочувствовать. И вот там врач сказал, ну вы еще молодые, можете еще родить, вот как бы захотите. Ну и мой младший брат, у них еще вот сын есть, у вас остается еще один. Все, мое тело остыло. Значит, ну слава богу, еще меня не резали. И знаете ли, я вернулся до того, как вскрывали тела. Значит, то есть я воскрес, вернулся к жизни, когда уже все. То есть я уже, понимаете, не просто там частично вышел из тела, я полностью вышел из тела. Я знаю, что такое вы хотите из тела. Это был мой первый опыт вообще, встреча с Богом. Я до этой встречи ничего о нем не знал. Ни хорошего, ни плохого. Ну мы жили в Советском Союзе, конечно же. Тем более, что родители мои были очень далекими людьми от религии, всякой, любой религии. Хотя я вырос в мусульманской семье. Ну как, по культуре мусульмане мы были все, значит, там и по матери от татарин, мама моя Ибрагимова. И моя татарская семья, она огромная просто семья. Это много братьев, двоюродных, сестер, там дяди, тети. И дедушка мой, баба моя, Гали Ахмед, он у нас всех мальчиков, татарских, еврейских, всех обрезал. Но опять-таки, это была часть культуры. То есть у нас и мечети никакой не было, и ничего не было. Ни храма, и ни синагоги, ничего не было. По отцу я еврей, по матери татарин, вырос русским атеистом. Просто. Дело в том, что на самом деле наши семьи были далекими от религии вообще, от любой религии. Так получилось. Вот видите меня, я вот в роли православного священнослужителя, да, уже больше 30 лет. Конечно, еще в советское время, соответственно, понимаете, да, начал свое служение православное. Вот, и моя мама как-то говорила мне, а почему ты, говорит, не в мечеть пошел там работать, а не в синагогу, а в храм пошел? Говорю, ну мама, ну, а мы переехали к тому времени уже в Орел, с Поволжья. Да, там я родился в Поволжье, и вот переехали в Орел. Значит, и жили тогда в городе Орле. Я говорю, мама, ну у нас-то и не было ничего, ни мечети, ни синагоги, только храм православный. Все, что с религией связано у нас было в городе в Орле, ну это только лишь вот храм православный. Один, второй там, ну третий еще. Вот, как бы, значит, я вот туда захаживал. Дело в том, что встретившись с Богом, пережившись, переживши встречу с ним, я, ну, дальше, когда воскрес, я не мог себе представить вообще без него жизни. Вот, и вот это чувство надо было как-то реализовать. Я вообще художник по своей специальности, до церковной. До 88-х годов я заканчивал и школу художественную, и училище художественное, работал в мастерской. Как бы, это моя жизнь, мое служение. И Богу, и мою, ну, суть моя, будем так говорить. Вот, значит, о встрече с Богом, я, в принципе, я свидетельствую об этом, есть мои видео даже об этом, значит, но все равно, знаете ли, я понимаю так, что сколько ни говори об этом, все равно так не поймешь. Вот, честно говоря, вот помрешь, сам поймешь все. Вот, реально. Потому что, сколько ни рассказывал о том, оно другой мир, совсем другой мир. Поэтому я понимаю прекрасно, почему Библия, она почти все говорит только вот об этом земном бытии. Потому что оно, там мы разберемся сразу, там не нужно тебе, я, допустим, о Боге ничего не знал вообще абсолютно, ни плохого, ни хорошего. Ни о мусульманской теории не знал никакой, ни о иудейской, ни тем более о христианской, ни о чем я там не знал я. Но, однако же, там находясь, я сразу все понял, все сразу знал. Понимаете ли, самый лучший университет, просто вот. Вот. Знание там сразу, как бы, ну, наподобие, как сейчас, вот, век интернета, допустим, да, заходишь во всемирную паутину, и ты сразу можешь к любым там базам иметь доступ, значит, источникам информации, да, но, а там намного больше все это, ну, как бы интернет, это лишь слабое подобие того, что там находится. Вот, там ты моментально полностью, не просто там апгрейд постепенно там у тебя, а ты полностью все знаешь. Я там рассуждал как взрослый человек, я понимал все. Одним словом понимания, вот именно вот, словом понимания можно, вот, то состояние, вот. Вот. Ну, и Бога, как я видел, тоже не могу вам рассказать, вот, толком. Знаю, что одно, что Он хороший, вот, это вот запомнился всю жизнь, что Он любящий взгляд, вот. Ну, самое главное, знаете, что, он вернулся, потому что там хорошо, но здесь не то, чтобы лучше, но здесь есть некоторые вещи, которых там нету, и, в частности, вот, я думал, знаете, о чем тогда, вот, находясь перед ним, что, вот, я умер, а, ну, я не ощущался мертвым, абсолютно нет, нет, я живым себя ощущал только, значит, и там даже наоборот, как будто бы я 13 лет проспал, и вот, наконец-то, я проснулся, потому что там более реальная жизнь, более, ну, во всех отношениях более реальная. Вот. В той жизни я мог бы эту, допустим, кафедру насквозь пройти. Не потому что я нереальный, а потому что она мне нереальная, на самом деле. Вот, значит, но, но есть своя прелесть вот, вот в этом мире. И самая великая прелесть, я это четко осознал, знаете, какая, что здесь есть время. И это время, оно очень, ну, скажу так, ну, конечно, для кого-то проклятие, но, вообще-то, ну, для нормального человека все благословение, знаете ли. Вот, значит, и время это тоже благословение. И здесь есть возможность что-то сделать. Ну, ладно, не буду дальше рассказывать, это уже такое свидетельство. Сейчас начну это, я могу. Я лишь скажу так, что вернувшись оттуда, я, кстати, был исцелен. Я не только заполнял самого себя, так постепенно, как бы, как бы, каток, смерть, как бы, она откатывалась назад. И я заходил снова в самого себя, как бы, и там до конца, до самых пяток, знаете, как вот, какие-то колготки. И прям до конца прям почувствовал самого себя, что я уже в себе, внутри себя. Вот. И я был исцелен, я это понял, когда еще даже здесь еще такой был, еще не весь зашел в себя. Потому что, когда уже здесь был, я не хрипел, не свистел абсолютно. А что такое умереть от того, что оба легких оттекли, да, вот, значит, двусторонняя пневмония. Любой вздох, выдох, это хрип, свист такой. А здесь, когда я зашел, я не хрипел, не свистел, ну, то есть, оно болело, но когда каток откатывался, этот, как бы, невидимый такой, вот, здесь, где он откатывался, там болело. Но откуда он откатился, там не болело уже ничего. То есть, это я сразу понял, что у меня все хорошо. И действительно, когда я вот в себя уже полностью залез, как бы, себя, ну, в Библии, в Коринфянам, да, апостол Павла-то сравнивает, ну, как сказать, ну, в том же самом пятом, да, стихе, пятой главе, нет, даже конец четвертого, четвертой главы. Ну, понимаете, да, что деление на главы, это чисто так условно, это потом, в среднем века, для удобства сделано чтение. А на самом деле, это же было одно письмо, сплошняком. И вот, в конце четвертой главы, в конце самом, четвертой главы, в восемнадцатом стихе, написано, в конце самом, последние слова такие, написано, видимое временно, а невидимое вечно. И дальше, ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. И вот, ну, я все дочитаю дальше, там так красиво сказано. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы и одетом не оказаться на гиме. Ибо мы, находясь в этой хижине... Знаете, вот, такое интересно, да, вот, читали книгу или, может, видели фильм, видели фильм «Хижина»? Да? Интересно, да? Я книгу не читал, сын читал, но я так и не дошел до книги. Но фильм посмотрел, вот, значит, и очень такой интересный такой, как бы и философский, и такой необычный взгляд такой на молитву, на прощение, на все. Вот, значит, интересно, есть над чем подумать. И вот там, ну, там как бы другое смысловое, что хижина. Но, знаете, вот, интересно, что вот в Библии, да, сравнивается наше тело с хижиной, в которой я нахожусь сейчас. Это вот времянка, это вот то, что, в чем я нахожусь какое-то время. Кто-то там 20-30 лет, кто-то 50, кто-то 80-70, кто-то там 100 лет и больше порой. Наш пра-пра-пра-пра-пра-пра-отец Адам почти тысячу лет в этой хижине. Его хижина была крепка, почти тысячу лет прожил, знаете ли, вот так вот, но все равно покинул нашу землю. Вот, а Моисей в этой хижине продержался 120 лет, но он был такой, дедушка был очень крепкий, на гору поднимался без снаряжения спортивного. Знаете, вот, и там на горе он посмотрел, еще не просто он там, ему нужно было очки девать, он посмотрел, как орел. Он видел землю Израиля, он все посмотрел. Так что, Моисей был, даже в 120, он был таким, очень живым таким человеком и крепким. Знаете, настоящий горец такой был. Значит, и потом многих пра-отцов наших читаешь там Библию, но все равно они уходили все. Все равно они все ушли. Знаете ли, с этой, и вот это временная хижина, а есть вечная хижина. Вечный дом. Хотя, вот это временное, казалось бы, да, изначально оно не временно строилось-то, не времянкой. Изначально оно действительно строилось для вечности. Поэтому и любой нормальный человек понимает, что смерть это не нормальная ситуация, то есть это не естественная. Если бы правы были бы вот эти вот эволюционисты, допустим, да, атеисты, всякого рода, нечестивцы, то, значит, тогда смерть воспринималась бы в человеческом роде как нечто само собой разумеющееся. Знаете, естественно. Никто бы на похоронах даже слезинки бы не проронил, ни отца, ни матери, ни ребенка, никого. Потому что воспринимали бы смерть тогда бы как естественное состояние. Но на самом деле любой, даже самый отъявленный атеист, все равно понимает, что смерть это что-то ненормальное. В ней что-то ненормальное, противоестественное. Потому что Бог нас создал для вечности. И вот написано здесь дальше. На сие самое и создал нас Бог. В пятом стихе. И дал нам залог духа. И так мы всегда благодушевствуем. И как знаем, что водворяясь в теле, мы устранены от Господа. Ну, мы закрыты как бы этим телом от Господа, да, от того мира. Ибо мы ходим верою, а не видением. То мы благодушевствуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. Вот видите. И потому ревностно стараемся, водворяясь, либо ходя ли, быть Ему угодными. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова. Чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал жиря в теле, доброе или худое. И так, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты. Аминь. Вот такие трогательные слова, очень трогательные стихи. Ну, и о своем, скажу, свидетельстве. Когда, вернувшись снова к жизни, вот этой временной, да, земной, оказавшись снова в своей этой хижине, которая уже остыла и была уже мертва, но я снова заполнил эту хижину, и Бог дает тогда повторный, как бы, еще возможность, дубль какой-то, еще жизни. Так вот, и я очень Богу благодарен за это, конечно. Вот, и, конечно, у меня было желание поговорить с родителями, вот, об этом переживании, вообще, потому что я-то ж, я-то опозорился, думал, вот, ну, оказавшись перед Богом, знаете, вот, даже еще за секунду до смерти, не зная, что вообще существует вообще в природе. Вот, значит, очень глупо себя чувствовал поначалу особенно, потому что, знаете ли, я думаю, все-таки, если бы хотя бы, хотя бы какое-то представление у меня было, хотя бы знал бы я, что Бог есть вообще на свете, то я, может, не так бы сильно, может, как бы воспринимал себя так, значит, так, позорно, знаете ли, а это, как бы, думаю, надо же опозориться. Но мне-то, думаю, повезло, я еще вернулся, у меня есть возможность жить теперь по-другому, зная, что Бог есть, вот, значит, но я так мозгом хватило понять, что это нетипичный случай, что обычно не возвращаются. Знаете ли, я так и вообще не слышал, чтобы кто-то вернулся, то есть, это сейчас я уже знаю, там, конечно, я даже встречался с людьми, которые пережили смерть, и, значит, и, притом, такую, скажу, что, не просто, как у меня, там, заболело все, а такую конкретную, что по частям собирали, значит, и Бог дал жизнь снова, вот, и я так понимаю, что это, ну, для какой-то миссии особой такой и прочее, но я попробовал поговорить с мамой тогда, с папой, вот, начав так издалека, говорю, значит, вот маму, говорю, ну, ты же умрешь, ну, да, все умирают, а я говорю, вот, если ты умрешь, ты, говорю, перестанешь вообще существовать, или ты будешь, а потом, ну, тишина такая, а потом я говорю, мама, а если ты все-таки будешь, вот, ты не исчезнешь, говорю, ты не перестанешь существовать, ну, я же не перестал существовать, да, значит, и вот я ей стал говорить, вот, как ты думаешь, ты там что увидишь, и все, она такая перепуганная была, а врачи напугали еще ее, что, значит, что вот это может быть не безпоследствий, там, какая может галлюцинация или что-то еще там она думала, наверное, вот, перепугал, короче, родителей, я понял, что, значит, что у родителей моих серьезная проблема, вот, значит, и... но прошли, потом, прошло время какое-то, вот, через книги по научному атеизму, через некоторые месяцы я уже нашел первые свои тексты из Писания, из Библии, я не знал, что есть такая Библия, не знал, что есть такое Слово Божье, но засел за книги по атеизму, представьте, 13 лет еще, ну, еще даже не полных, чем не было, 13 лет, засел за серьезные книги по научному атеизму, в нашей семье особенно были, ну, такие популярные, это Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин, вот, значит, то есть это, как бы, кумиры нашей семьи были, бабушка, мама моего папы, папа была ветераном НКВД еще, значит, дедушка мой родной, который он был, значит, ветеран ЧК, НКВД тоже, значит, то есть, как бы, еще до войны карьеру сделал вот в этих органах, и, понимаете ли, значит, из рук Сталина награду получал, то есть это было, как бы, нашей семье вообще считалось, как бы, это, ну, очень, там, высоким, как бы, достижением, как бы, и прочее, вот, и, знаете ли, то есть я вырос в семье коммунистов, как бы, насчет коммунистов, значит, и, то есть ничего о религии у нас вообще даже в помине не могло быть, вот, и знаете, но, но, что интересно, хотя даже люди отрицали Бога, но Бог нашел ко мне дорогу через книги по атеизму, я, большую цитату прочитал я, представьте, читаю, Энгельса я перечитывал тогда, помню, я не знаю, но это серьезно большая книга по толще этой Библии, Антидюринг, это известная книга Энгельса Фридриха, он в этой книге, почему я засел за нее, потому что там даже, ну, как бы, ну, известно было, что эта книга написана была им, как удар по всякого рода философии, идеалистической философии, будем так говорить, то есть это, как бы, апология материализма, но, понимаете ли, я же был за пределами материального мира, вот чем дело, вот так вот, и чем больше читал, тем больше понимал, что Энгельс неправ, при всем уважении к нему, думаю, ну, думаю, если бы хотя бы он немного видел из того, что я увидел, никогда бы он такого не написал, вот, а потом в одной из книг я прочитал цитату из Писания, большая довольно цитата была из книги пророка Иеремии, кстати, и там было написано, «Так говорит Господь», и дальше большая цитата шла, ну, книга, конечно, там, Библия ругалась, и вера в Бога, она так критиковалась, и все, что написано в этом фрагменте Писания, как бы, оно все подвергалось там критике жесткой, но для меня поблекло все то, что написано было перед тем и после того, а вот этот фрагмент из Писания, он просто ожил, вот, и, а потом уже в училище художественном у меня был товарищ один, ну, на другом курсе, я на художественном оформлении, он педагог, на педагогическом, вот, но мы так дружили, он тоже искал Бога, и он из православной такой семьи, ну, как бабушка у него такая очень, такая религиозная женщина православная, вот, и мы с ним сошлись, так общались, дружили, он и художник хороший, и мастер хороший, да, и вот искал Бога, и вот через него я уже имел настоящую Библию, вот, и вот, получается, 84-й год, 85-й год, он доставал мне Библию на время, поначалу это было лишь на время, на месяц, на два, вот, значит, доставал, на два месяца, месяц сам читал, месяц мне давал, вот так вот обычно, вот, и, но это было уже чтением не просто по фрагментам Писания каким-то, а уже настоящее чтение, даже настоящей Библии, и вот это, конечно, в училище это было художественным, для меня это была революция настоящая в моем сознании, очень Богу благодарен за это, вот, и, написано, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Друзья, я не буду так много дальше рассказывать, наверное, но, знаете, что скажу, действительно, из того, что я и рассказал, даже много рассказал, и из того, что прочитал из Писания сегодня, вывод такой однозначный, что нам всем предстоит пристать пред судилищем Христовым, вот, и, знаете, что, когда мы пред Ним, там, ну, скажу так, там невозможно обманывать вообще, там нельзя одно подумать, другое сказать, там даже ты не говоришь ничего, там, вот, как телепатия, что ли, вот, то, что ты думаешь, это сразу, как бы, ты говоришь, то есть, там, и ты сразу все понимаешь, что тебе говорят, как бы, или думают. Вот я понял такую вещь из того, что я видел, а потом из Писаний, конечно, из Библии я нашел там массу подтверждений всему этому опыту, я понимаю, что в Библии раскрывается, там, конечно, в Библии много и плохого, и хорошего, всякого, там слова и порочных людей, и грешных людей, и святых, праведных, слова даже самого Господа, Бога всемогущего, да, слова Иисуса Христа, вот, и слова бесов, там, и дьявола, и слова грешников, и примеров, вообще, Библия, она не приукрашивает жизнь человеческую, она показывает мне, чем нравится, вот, она показывает жизнь, какая она есть, без розовых очков, а на самом деле, грех, грех, и весь мир возле лежит, и вся вот эта вот гадость, которая в сердцах человеческих, все это, как бы, наружу, все это, ну, без всяких прикрас. Но, знаете, вот, я думаю, если Бог, вот, видит нас, как есть, как облупленных, но, однако же, продолжает верить нам, любить нас, продолжает надеяться на нас, продолжает, вот, действительно, ожидать и всячески вообще спасать вообще, вот, и особенно, когда вот этот стих, вот, я прочитал, вот, первым, да, что он во Христе примирил с собой вообще мир, представляете, вот, позиция сильного человека, действительно, как тут говорят, что первым примиряется обычно не тот, кто, ну, бывает и всякое в жизни, конечно, но обычно не тот, кто даже самый виноватый, а тот, кто, ну, самый сильный, как бы, да, примиряется первым обычно, вот, И Он самый сильный, Он примирился, отдав свою жизнь, свою кровушку за нас, доказав свою любовь. Если до Христа Иисуса, до нашей эры, люди еще имели моральное право какое-то сомневаться в Его любви, в том, что Создатель любит ли нас вообще, или Ему наплевать с высококолокольной на нас. Знаете ли, люди же тоже разные мыслили и тогда, и сейчас. Но до Христа Иисуса, до нашей эры, еще имело это объяснение какое-то, знаете ли, и оправдание. То сейчас уже нет. Он однажды и навсегда доказал нам свою любовь. И кровь Иисуса Христа, это свидетельство действительно Его любви. Это действительно доказательство. Раз и навсегда, однажды и навсегда приобрел искупление вечное. Однажды и навсегда действительно доказал нам свою любовь. И это очень серьезно. Это действительно навсегда. Это не шуточно. И пусть Господь нас благословит сегодня. И у каждого своя судьба, конечно. Каждый пришел сюда по-разному и уйдет отсюда по-разному. Но, знаете, пусть наша жизнь дальнейшая, где бы мы ни были бы, где бы мы ни трудились бы, что бы мы ни делали дальше, пусть наша судьба будет освящена им, Богом Святым. И когда пристанем перед ним, чтобы не было, как говорится, стыдно, больно за прожитые, знаете ли, а чтобы было радостно и, знаете ли, было, ну, скажу так, как Господь говорит, вводи в радость Господа свою, верно ли ты, добрый раб. Ну, прекрасно. Не такой, чтобы, а, ленивый там, как бы, да. Но, понимаете ли, и еще что хочется, чтобы мы с этой земли ничего не возьмем, но кое-что возьмем все-таки, кое-что заберем, а заберем вот мы самое главное, самое ценное. Как, в какой-то сказке, там, не помню, в детстве читал еще, там, значит, какой-то принцессе, там, по-моему, сказали, что, значит, можешь с дворца забрать только одну вещь, ну, самое ценное, можешь забрать. Думали, бриллиант заберет или что-то еще там, корону заберет. Она забрала этого принца, там, короче. Вот, ну, то есть, как бы, самое главное взяла. Вот, значит, и вот так же много, что, как бы, мы можем взять только одно. Действительно, только лишь любовь, она имеет продолжение, вечность. И когда, вот, души спасаются, да, примиряются с Богом, когда служение примирения совершается, это самое великое служение. Это самое великое, что мы можем взять с этой земли, души людские. Самое драгоценное. Вот, недавно ушел в вечность Билли Грэм, всемирно известный евангелист, баптист по своей конфессии, динаминации, вот, евангелист по призванию. Ну, такой человек сто лет почти прожил без малого и, знаете ли, такой крепкий такой божий человек и там потом видел всякие картинки такие, тоже у друзей, там, смотрю в ленте, там, в социальных сетях, там, там, Билли приходят к вратам рая, и там, значит, там множество стоит людей, его приветствуют, и, значит, там Господь говорит, у тебя уже есть миллионы заждались, он говорит. Вот так вот, так что, хорошо, когда, вот, действительно, на небесах встречают многие души, которых мы возьмем с этой земли. Слава Богу, пусть Господь благословит. А вообще, Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, его хотения, чтобы все люди спаслись вообще, все и все. Благословляю вас словами из Библии тоже, вот, в книге чисел, да, в шестой главе, вот эти слова, этими словами я хочу завершить. В книге чисел, шестая глава, слова, которые Моисею дал Бог, а Моисей передал уже священникам, Аарону и его сыновьям. Шестая глава, чисел, числа, четвертая глава, Моисеева, числа. В пяти книжах, в Торе, вот, первые книги Библии, этих первых пять книг Библии, Тора мы называем еще ее. И вот, значит, числа, шестая глава, с 26-го, вот, здесь, ну, перед тем, скажи Аарону и сыновьям его, так благословляйте сыновь Израиля, Израилевы говоря им. И дальше вот эти слова благословения, а дальше, в самом конце, последний стих, говорится, так пусть призывают имя Мое на сыновь Израилевых, и я, Господь, благословлю их. И вот эти слова адресуюсь сегодня всем вам, братьям и сестры, друзья, сыновья и дочери Божьи. Это самое ценное. Мы не только дети, знаете ли, наших родителей, вот, это хорошо, слава Богу, за наших родителей, которые дали нам жизнь. Вот, но самое лучшее, самое ценное, что есть в этом мире, это человек рождается новым рождением от Бога. Это самое великое рождение, это самая великая ценность. И у нас новая биография у всех, независимо от того, какой нации, культуры, цветы кожи там и прочее, есть новое рождение. И вот это благословение, оно для всех верующих. Тогда сыны Израиля, написано, но опять-таки не только же евреи, там было много неевреев, там было вышедших, помните, да, разных народов и наплеменников, которые тоже вышли с сынами Израиля. Вот, и всех их Бог хотел благословить, как своих детей. Всех их Бог, и не второсортных детей, там, или третесортных, а всех родных, хочет благословить. И сегодня, и сейчас всех нас хочет благословить. И в оригинальном тексте на иврите, там вообще потрясающе, там слова, благословения, там говорится, и он хочет нам улыбнуться, как своих детей. Благословляю вас. Благословляю вас. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Добротит Господь, лицо свое на тебя, и даст тебе мир. Бешэм Иишуа га Машейх, Иишуа Машейх, и shout, мо Шехейнум во имя Иисуса Христа Мессии. Амин. И слава вовеки. Амин. Благостави виноградник сей, насажденный Твоей рукою, и посети, как великий виноградник, и благостави народство миром своим шаломом. Во имя Иисуса Христа. Амин. Амин. Слава Христа. Будьте здоровы все. Аминь. Аминь. Болеете все? Давайте поднимемся. Да, помолимся. Благослови просто на соседа руку. Аминь. 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 Давайте призовем имя Бога. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа мы призываем Твою исцеляющую силу. Ты, Бог наш, Целитель. Во имя Иисуса Христа, Боже, приди, Господь, Духом Своим, Владычеством в сердцах наших, Господь. Я прошу Тебя, во имя Иисуса Христа, обнови, Господь, каждую клеточку организма, исцели, обнови каждый орган. Боже, пусть во имя Иисуса Христа каждый человек, кто находится здесь, да будет здоров. Пусть сила Твоя, мир Твоя, радость Твоя, да пребудет вовеки. Аминь. Аминь. Слава Христа. А может, сделаем фото еще? Да. Давайте, да? Вот на фоне, как раз, к листам, что там. Конечно. Слава Богу.